На сельхозпредприятиях области проходит химобработка полей. Уже больше половины объема выполнено. Посевы опрыскивают гербицидами. Это препараты, которые действуют на определенные сорняки. С остальными борются иными способами. За работой аграриев наблюдала Инна Михайловская. Со стороны выглядит немного странно. Июнь, а на поле идет вспашка. На самом деле здесь сражаются с опасным сорняком. Ой, 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 выдернуть не так-то просто. Пырей. Самый опасный и самый коварный сорняк на наших полях. Дело в том, что главный корень у него уходит глубоко в землю на расстоянии до 10 метров. Выживает практически в любых условиях. Ну, а корневища вот так в горизонтальном положении обволакивают землю. Например, если на этом поле посеяли бы овес, ничего бы не выросло. Способы борьбы с пыреем есть. Один из них – паровой. Это когда поле оставляют незасеянным, дают возможность сорняку расправить крылья, а потом – под нож. Вспашка – это только начало. Затем это поле задискуется. Спровоцируем массово, чтобы взошел пырей. Пырей, когда он взойдет массово, обработаем с помощью глифосата, химпар, так сказать. И в течение двух-трех недель пырей полностью погибнет. Поле закультивируется и будет ждать в своей очереди, вероятнее, все подозимые. С пыреем сражаются с утра до вечера. От других сорняков избавляются ночью. Посевы опрыскивают. Рабочая смена Рустама Сабирова начинается в 8 часов вечера и до рассвета. То, что темно, для механизатора не проблема. Мы-то по навигатору работаем. В плане темного комары? А, комары. Крышу закрыл, нету комаров. Ночью, конечно, лучше. Не жарко. Днем жарко. В данном месте после 8 вечера стихает ветер, шлильно ступает. Плюс, даже если жаркая погода, то после 8 вечера уже оптимальные условия градусов 20-25 и меньше бывает. И работаем часов до двух ночи, потому что после двух ночи температура падает резко и выпадает роса. При обработке посевов от сорняков роса опаснее мелкого дождя. Водяные капли сталкивают препарат с растения, химпрополка становится бесполезной. С помощью химии сражаются и с осотом. Обработка идеально уничтожает осот, вот примерно такой, небольшой. Через два дня он поменяет окраску, а через две недели и вовсе погибнет. Если сорняк достаточно высокий, то химическая обработка гербицидом приостановит его рост. Борьбой с сорняками сейчас занимаются все хозяйства области. Обрыскивают почти все культуры, которые выращивают в регионе. Общая площадь полей, по которым проходят спецмашины, более 700 тысяч гектаров. Готова 75%. Инна Михайловская, Александр Зусим. Тюменское время.